Всем привет, друзья! Это снова парфюмерный влог. Мы с вами сейчас отправляемся в Литвуаль за моим заказом. Я уже себе тут приготовила наряд на выход в такой оливково-песочной гамме. Зеленовато-болотно-оливковый цвет. Уже хочется осенью таких оттенков. Поэтому, несмотря на то, что у нас жарища, но эта рубашка вроде бы такая легкая, не жаркая. Внизу у меня получается без рукавов. А аромат я выбрала сегодня инжир со специями и большим количеством мясистой зелени. Я уже в Литвуаль. Хочу сейчас на одну руку нанести вот этот черри пик, потому что он очень сильно похож на парфюм, который у меня есть. Он называется вишня от Джердина Маджика. Это классная компотная вишенка, но совершенно нестойкая. Вот хочу проверить, как будет этот держаться. И еще увидела вторую вишню от этого же бренда. Но это прям клон Лас-Челли, но на всякий случай все равно нанесла на вторую руку. Посмотрим, как будет по стойкости. Иду уже довольная со своим заказом. Решила пройтись до торгового центра. Увидела на мусорных баках афишу Нотр-Дам-де-Пари. Очень хочу сходить на этот мюзикл. И иду, смотрю и думаю, как-то кринжово видеть вообще афиши на мусорных баках. Согласитесь, это странненько. Кстати, я уже видела такие афиши и пыталась найти, где купить билет, но так и не нашла. То ли билеты еще не выставили в продажу, то ли они уже все распроданы, поэтому нигде их нет. И, как я поняла, это не полноценный мюзикл. Просто обожаю мюзиклы, если кто не в курсе. Просто, видимо, выборочные какие-то партии. Потому что первая часть будет Нотр-Дам-де-Пари, а вторая Роме и Джульетта. Но тоже неплохо. А сейчас я добралась до торгового центра. И ради чего я туда шла, вы сейчас увидите. А шла я туда, чтобы перекусить и заказать обалденный, вкусный, тонизирующий, охлаждающий клубничный сорбет. Это очень вкусно. Я понимаю, что я назвала этот влог парфюмерным. Но я просто не могла не зайти в магазин Love Republic, когда вот здесь на входе стоит такая красота. Это просто моя слабость. Вы знаете, я обожаю такие блузы. Еще у меня вот тут юбочка пригляделась в такой красивой осенней гамме. Я вообще заметила коллекцию Love Republic. Прям великолепная на мой вкус. Много осенней гаммы. Цены, конечно, если переводить по курсу флакончиков, то как бы очень высокие. Я реально вот смотрю там, так, это блузочка-юбочка, но это уже как бы флакон нишевого парфюма. Вот это вот, посмотрите. Я такое обожаю. Это тоже моя тема. Единственное, что коротковато. У меня не настолько прекрасный живот. Точнее, он вообще не прекрасный. Еще сейчас в моде же вот это все облитое бензином керосином. Где-то зацепился за гвоздь. И потом этот свитер бате валялся в гараже. Его погрызли крыс. На него нассали коты. Короче, это то, что сейчас в моде. Я себе один свитер такой тоже прикупила с Валдфресс. Потом есть еще вот эта интересная рубашка. К сожалению, камера не передает, как здесь красиво играет ткань. И даже на видео, вот я вам вставила сайта кусочек, тоже особо незаметно. Еще и на осень хочу вот что-то подобное. И еще мой любимый оттенок, это шоколадный вообще все тона. Молочный шоколад, горький шоколад. К кореглазым шатенкам очень идут такие оттенки. А вот это все в песочной гамме с добавлением шерсти. Ценник тоже не маленький, но интересные модели. Опять же, если это надеть колготками в тон, этого комбинезона, наверное, так назовем. Потому что сзади это как шорт. И вот эту вот красивую рубашку какой-нибудь с слоновой кости вниз надеть. Это будет очень красиво, мне кажется. Это высокими сапогами. Так, конечно, на вешалке это не очень смотрится. Вот этот серый комбинезон мне тоже очень понравился с шортами. Ткань приятная. Единственное, здесь она не выглажена, не отпарена. Ну, ценник тоже, видите, не маленький. Вот слоновая кость получается. Это такая же блузка, как на манекене. Очень красивые кэмэл оттенки под замшу, курточки. Не знаю, останется ли вся эта красота на скидках. Если останется, обязательно что-то прикуплю. А еще я очень удачно зашла перекусить, потому что в нашем торговом центре в Ставрополе открылся, наконец-то, обновленный литуаль. На несколько месяцев он закрывался на ремонт. И нам обещали, что он появится в совершенно новом формате. Ну, что скажу, да, красивый ремонт сделали. Как-то больше пространства стало, больше брендов, мне кажется, стало. Ну, из парфюмов точно новые бренды поставили. Тот же самый Киллиан. Но, знаете, я эту озвучку записываю на следующий день. И сегодня, например, я тоже ездила в литуале, заметила, что тестеры на Киллиан уже спрятали. Может быть, они закончились, конечно, но я не уверена. Скорее всего, просто спрятали. На многие ароматы нет тестеров. И какие-то полки прям забиты коробками. Как бы даже и флакон вот некуда поставить. Например, взять тот же самый прямопрессионный. Не знаю, может быть, он в каком-то другом месте. Там эти тестеры стоят, например, в библиотеке ароматов. Заметила, что нет ли скандинь. Либо как-то просто мне не попались на глаза. Но не хотела бы, чтобы этот бренд как-то убрали. Ну, а так я сегодня, например, потестила Миколев. И можно сказать, что я очень разочарована. Потому что столько клонов там. Опять есть и на Бакару, и на Кирке похожий, и на Мюглер похожий. В общем, такое вот себе впечатление осталось у меня. Но, конечно, приятно. Приятно приходить в такой красивый литуаль с большим достаточно ассортиментом. Да, вот Минт появился у нас тоже. Я перетестила сегодня. Тоже бренд такой, который много клонирует, копирует. А Вентусы там опять сразу вот эти все. И Бакара там тоже есть. Как же без этого? Голодные дети ждут маму. Мама идет домой с пирогами. Обалденные пироги у нас здесь в Ставрополе есть. Сейчас я вам покажу. Причем, знаете, фирма уже давно, и она не портится. Это такая редкость, потому что часто открывается точка. И начинается сначала хорошо, а потом халпура. Эти уже держат качество несколько лет. Вообще молодцы. Мои большие рекомендации. Кто с Ставрополя, там разные-разные пироги. Я очень люблю сыр Батва. Вот это сыр Батва. А это у нас картошка, грибы. Сверху маслом растопленным. Так что всем приятного аппетита. Кто кушает, я это есть уже не буду. Я после шести уже второй месяц не ем. Всем еще раз привет, друзья. Я снимаю на следующий день. У меня мокрая голова, я искупалась. Поэтому, если что, это не жирные волосы. Не хочу сушить феном лишний раз. Пускай так сохнет. Вчера не успела заснять, потому что мы сели за уроки. А это у нас надолго. У меня ощущение, что я снова пошла в школу. Как бы в первый класс так не чувствовалось это. Потому что оценки не ставили. Где-то можно было немножечко пофилонить. Сейчас уже ставят оценки. И дочка моя, это совершенно другой ребенок. То есть, если старший сын у меня был очень такой эрудированный. Быстро все схватывал на лету. Такой шустрый мальчик. Он все делал сам. И просто мне показывал. Вот, мама, я как бы все сделал. Я так могла проверить. Все, иди. Занимайся своими делами. Это же она, если ее одну оставить, она не будет ничего делать. То есть, она будет рисовать котиков. Она будет петь песенки. Она начнет играться с карандашами, как с куколками. И нужно постоянно над ней стоять. Вот, проверять каждую букву. Потому что, даже вот для примера, я говорю. Так, пропускаем столько-то клеточек. Пишем число. Пишем домашняя работа. Упражнение такое-то. Все понятно. Все понятно. Точно, точно. Все, я сейчас отойду и приду, когда ты напишешь. Я прихожу. Она написала. Классная работа. Вместо домашней работы. Ну, вот, короче, вот так вот. Ребенок вечно в каких-то там мечтах, в своих розовых фантазиях, в играх. Так и живем. Поэтому вот я несколько часов вечера вот так вот сижу, вот это вот все смотрю, вот это все проверяю, контролирую. Но блотеры со мной. Впечатления у меня еще свежие. Так что поделюсь своими эмоциями. Что касается аромата, который я наносила на руку тогда в первом L'Etoile, потому что в тот L'Etoile, куда я ездила забирать свои ароматы, он такой, знаете, маленький, там, не знаю, 4 метра на 4 особо парфюма нет, но стоит вот этот вот бренд, который я вам показывала. И в прошлый раз, когда я свой другой заказ забирала, мне вот эта вот вишенка, она оказалась очень сильно похожа на вот эту вишню, которая, кстати, так и переводится вишня. Вот этот парфюм, он, ну, не бежуретный, я скажу вам, по-моему, он 50 миллилитров стоит там в пределах 6-8 тысяч рублей. Я считаю, что он этого не стоит, потому что у него очень слабая стойкость, это буквально полтора часа, и то через 30 минут надо прям принюхиваться-внюхиваться, чтобы услышать его. И я когда тестила вот этот парфюм, они очень сильно похожи, поэтому я хотела проверить, насколько будет стойкость лучше или хуже. Но у него стойкость точно такая же, вот точно-точно такая же, поэтому для меня это прям, знаете, как будто из одной бочки налили, правда. А вот вторую вишенку я заприметила уже в этот раз, но это прям клон Lost Cherry, однако яркий, сочный, достаточно хорошо сделанный, шлейфовый, то есть всю дорогу, потом до торгового центра я слышала не тот парфюм, который я на себя наносила, когда поехала, а именно вот Lost Cherry я от себя слышала. И продержался, ну, точно чуть выше среднего, не скажу, что какой-то умопомрачительный там стойкостью, там 12 часов, нет, ну, часов 6-7 точно, точно держался, и первые 2 часа прям ярко-ярко пах, поэтому кто ищет аналог на Lost Cherry, то почему бы нет. В общем, по вишенкам я вам отчиталась, что я забрала из магазина, мой заказ состоял из двух ароматов, один аромат там был в магазине, поэтому я его раньше забрала, а этот досылали. Значит, первый аромат, который я забрала, он, знаете, как обошелся, как бы на сдачу, да, мне нужно было списать кэш, и там оставалось несколько тысяч, я такая, ну, чтобы, чтобы закинуть, вспомнила, что у нас в чате мелькал вот этот вот мабусин, как уходовый аромат, вы знаете, я люблю пудровые, помадные, уходовые, кремовые запахи, чистые мускусы, эти мыльные, это все моя тема, это я очень люблю, хотя у меня такого много, но я думаю, ну, у меня обошелся, девочки, 90 миллилитров, 2 с копейками, ну, грубо говоря, 2000 рублей, я считаю, это просто подарок цена, потому что в этом аромате я не слышу ничего дешевого, я не слышу здесь спирта, я не слышу здесь какой-то скомканной базы, здесь четко слышатся отдельные нотки, здесь есть раскрытие, то есть аромат с очень хорошими показателями, он очень яркий, он стойкий, он шлейфовый, понравился сразу мужу, получилось так, что мы в тот день шли в кино с супругом и забрали сначала, значит, вот этот вот флакончик, естественно, я распаковала, сразу пошикнула один шик на руку, и мы пошли идти пешком, где-то две остановки, и ветер очень был сильный в тот день, просто какой-то ураган, я даже была в свитере, хотя у нас еще жарко, лето продолжается, и муж сказал, ну, просто шлейфит, очень ярко и очень вкусный аромат, кто-то говорит, что это прям запах крема Неве, я не совсем с этим согласна, потому что здесь очень много также сладости, за что отвечает нота пролине, и вообще нота пролине не самая моя любимая, потому что это такая сладость, которая часто дает именно приторность аромату, какую-то липкость, как говорят, полупослепательный, такой вот парфюм, от которого хочется пойти воды попить, здесь вот такое вот очень сладкое пролине, но также здесь сразу много пудровости, кремовости, аромат стартует, я бы даже сказала, бадуарный, то есть когда вот эта уходовая тема, она прям взбитая и плотная, ты как будто ее ощущаешь, вот ее текстуру, ее плотность, и поэтому вот эта сладость и вот эта плотность, бадуарность, кремовость, уходовость, получается такой эффект, как будто ты сидишь в этой, не знаю, там гримерке, ешь конфету, вот раскуси, вот эта вот начинка вот так вот у тебя с губы вот так вот капает на стол, и эта конфета потом падает вот куда-то, вот эти пудры, крема, то есть такой вот немножко диссонанс получается, и все это слышится как-то странно, если ты вот так вот нюхаешь, но когда ты идешь по улице, когда дует ветер, и все это в шлейфе как-то разбавляется, получается реально очень красиво, в базе больше уходовости, то есть сладость немножко уходит, появляется больше уходовости, опять же, чего-то такого кремового, приятного, в самой-самой базе, мне кажется, начинает ярче звучать вот этот мускус, который опять же дает чистоту какую-то, в целом скажу, аромат очень классный, но у меня есть похожий, и сначала, кстати, у меня вообще вылетело из головы, что у меня есть этот аромат, потому что я вообще такое направление летом не ношу, не люблю его носить в жаркие сезоны, поэтому эту новинку, которая у меня появилась в шкафу, которую я могу сравнить, я вообще о ней забыла, так как я купила летом, и практически еще ее не разнашивала, это, конечно же, племерия от Primordialis, аромат, посвященный балету, я рассказывала русскому балету, и опять же здесь уходовость, опять же здесь есть плотность, кремовость, тоже есть сладость, но она не настолько бьет себе в лоб, она здесь опять же какими-то нюансами, полутонами, поэтому я скажу так, вот кому здесь перебор сладостей, то присмотритесь к племерии, потому что тут все сглажено, мягче, аккуратнее, есть, конечно, у меня еще, да, похожий, например, венецианский купец, жемчужины, но там вообще нет сладости, вот если отсюда полностью убрать сладость, тогда, да, это будет что-то в духе венецианского купца, а там где сладость соединили с уходом, у меня в принципе есть еще несколько ароматов, я о них в телеге, по-моему, писала как раз, ну, основной мой заказ был вот этот аромат, на что я списала кэшбэк, который мне пришел с Тома Форда кожаного, это Аткинсон, который на самом деле мне уже давно рекомендовали, но долгое время его вообще не было нигде в наличии, и если он где-то появлялся, его быстро раскупали, но последние, наверное, полгода, как я вижу, что он стабильно продается, видимо, завезли этот парфюм, это Gold Fair in My Fair, конечно, очень красивая упаковочка, сразу скажу, что он мне вышел очень за хорошую сумму, потому что у меня был большой кэшбэк, но вообще, если у вас нет кэшбэка, то его выгоднее, конечно, взять на Aroma Boutique, он там стоит 13 тысяч, но еще промокод можно применить на 7%, дальше мы открываем еще вот так вот, и посмотрите, какой шикарный флакон, там какое-то сусальное золото, выглядит, конечно, роскошно, на подарок это будет тоже прямо роскошно, с ароматом я была знакома, вообще бренд Atkinson, я люблю, уважаю, у меня есть британский букет, у меня есть свадебный букет, я очень люблю эти ароматы, у меня еще один в хотелках есть букет, мне очень понравились пираты, и вот когда мы были проездом в Сочи, я увидела L'Etoile, и пошла, что потестила, увидела стенд Atkinson, и вот этот парфюм, просто я не могла его забыть, я его нанесла на руку, он достаточно хорошо продержался, кто-то писал, что он нестойкий, я не согласна, он не скажу, что какая-то у него феноменальная стойкость, но держится он стабильно, часов 7, это точно, а вчера, когда я его принесла, поймала мужа, который с работы вернулся, сделала на него один пшик, и вот он ходит по комнатам, туда-сюда, и вот просто за ним этот невероятно вкусный шлейф, еще одно мнение, что он больше мужской, я тоже с этим не совсем согласна, для меня он прям очень сладкий, да, вот сразу мне идет, почему-то, вишня слива, вот какая-то вот кислинка, вот эта фруктовая, в сладком алкоголе, стартует он, гурманский, я бы сказала, и сразу мне идет прям шоколад, элитный, дорогой шоколад, есть пряности, может быть пряности здесь дают такой вишневый оттенок какой-то, прям шлюнки начинают течь, друзья, ой, это очень красиво, но в раскрытии он становится суше, вот этот шоколад, он как будто становится именно какао, таким сухим, элитным, и появляются смолы, смолы бальзамичные, осенние красивые, глубокие смолы, и эти смолы не коптят, самое главное, не дымят, благородные, красивые, мягкие смолы, засыпанные какао, вот так он раскрывается, но есть еще вот эта горчинка какого-то алкоголя, шоколадность, опять же, просто, но опять с плюсом, друзья, это очень красиво, но имейте ввиду, Atkinson, это бренд английский, и английские бренды, они часто делают свои ароматы, ну вот прям, такими супер благородными, выдержанными, такими толерантными, что ли, поэтому это не мощь какая-то, от вас будет шлейф, но он будет очень такой породистый, и теперь давайте пройдемся, потому что я затестила, потому что я очень удачно вчера пошла за бургерами в торговый центр, и увидела, что у нас наконец-то открылся литуаль, но так как я изначально ехала в очень маленький литуаль, где ничего нет, я даже не брала свою вот эту вот визитницу, но у меня сумка новая, в которой куча карманов, так что я блотеры распихала по этим карманам, сходила, купила ручки, подписала их, и сейчас могу поделиться впечатлениями. Рогатый ирис, очень был у него приятный старт, это такой сладковато-древесный, очень аккуратный ирис, не кричащий, но вот сейчас на блотере почему-то я слышу, чуть-чуть рассольности, не знаю почему, но вообще парфюм мне понравился, он красивый, благородно, тоже тонко звучит, но у меня такого направления ирисов много уже, поэтому нет, его я рассматривать не буду к покупке. Черный флакон акра, это просто для меня кошмар, моё парфюмерное нет, короче, картинка такая, на арабском скакуне скачет восточный мужчина, который просто с ног до головы облился каким-то арабским сладким парфюмом с розой, и они случайно обмазались вместе с конём ещё мазутом, в общем, картинка не очень, но вот мне пахнет так, я вообще не люблю такие ароматы совершенно. В нишевом модели у нас появился вот этот бренд, который я на самом деле давно хотела попробовать, у нас его не было до этого, и цены на него очень высокие, и каждый раз, когда я смотрела на него, читала отзывы, я думаю, ну, наверное, там что-то, ну, вот прям уникальное, что-то особенное, раз такая сумма за 50, тем более миллилитров флаконы, конечно, очень на любителя, кто-то написал в чате, что похоже на лампочки, да, флаконы прямо стрёмненькие, я скажу, особенно вот этот голубой цвет, вообще выглядит очень дёшево, и по факту, вот все ароматы пахнут, я считаю, дёшево, вообще не стоит этой суммы, даже с промокодами, вообще, короче, мне ничего не понравилось, самый ужасный, мне кажется, это золотой, он прям пахнет каким-то одеколоном, прям такой мужик-мужик, сейчас что-то древесное, оно тоже такое мужицкое, короче, вообще, серый, он самый сладкий, из этой пятёрки, но опять же, сладость уровня, такого безликого, проходного люкса, короче, я вообще в шоке, откуда такие суммы, может быть, конечно, да, друзья, если кто-то их любит, там обожает, может быть, на коже, там, не знаю, какое-то волшебство, не знаю, магия случается, но на блотере, это просто какая-то невнятная сладость, обычного, среднестатистического, такого непопулярного люкса, проходничка с нижних полок Литуаля, дальше, что у нас, самые, по-моему, приятные, по-моему, самые популярные у них, это голубой, но он настолько простой, опять же, такие ароматы, есть и в каталожной парфюмерии, и в люксе, и в недорогом люксе, и в нише, да, есть такие ароматы, но это для меня, мускусно-уходовый запах, такой, чуть-чуть порошково-кондиционерный, приятный кондиционер для белья, для стирки, который вот пахнет, какими-то нежными цветочками, чуть-чуть слегка запудривается, но пудра здесь именно такая мускусно-чистая, порошковая, короче, не знаю, тоже не поняла его, в чем прикол, и два черных аромата, мне кажется, они уже чуть поинтереснее, чем-то по своей консистенции, да, по плотности, приближен к молекулам, к молекулярным ароматам, и они такие унисексы, про древесность, про какие-то пенечки политые, дождика, где-то грибочки выросли, где-то там травинка выросла, где-то плесень даже чуть проступила, в целом, тоже вообще не на эту сумму, короче, полное разочарование, честно говоря, слепую точно, я бы вам не советовала заказывать, лучше потестить. На этом все, дорогие друзья, наверное, этот лог я уже буду подводить к концу, и то он, наверное, какой-то длинный получился, но огромное спасибо всем за поддержку, спасибо вам за пальчики вверх, спасибо вам за комментарии, если знаете эти ароматы, пишите, что вы о них думаете, с вами была Карина, увидимся, пока-пока!